Медицина по-тульски. Что это такое? Накануне региональный министр здравоохранения Андрей Третьяков дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам про проблемы и перспективы областных больниц и поликлиник. Да и сама личность главы министерства для репортеров оставалась загадкой. Назначенный на пост в мае до сих пор он не то чтобы избегал СМИ, но к медийности, прямо скажем, не стремился. Кто вы, мистер Третьяков? Чего теперь ожидать врачам и пациентам? И кого убережет бережливая поликлиника? Давайте разбираться вместе. В студии Сергей Речиц. Здравствуйте. Большая пресс-конференция министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова. Обделить такое событие вниманием журналисты не смогли. В зале аншлаг. Во-первых, в наследство от Аванесян Третьякову достался целый ворох проблем и уголовных дел. Во-вторых, сама личность главы ведомства для СМИ оставалась загадкой. Было известно, что он кандидат медицинских наук, долгое время занимал руководящие посты в медучреждениях. И более ни слова. С чем связано отсутствие медийности? Вероятно, Третьяков все это время, напомню, что на пост он был назначен в мае, вникал в проблемы своего ведомства. А вникать, надо сказать, было во что. Развал медицины на селе, отсутствие кадров, коррупционные скандалы. В общем, работой непочатый край. С чем же придется бороться Андрею Третьякову в первую очередь? Сверхидея – повышение престижа профессии и благосостояния медработников. То, что кадровый голод есть, министр не отрицает. Потребность в фельдшерах у нас остается на сегодняшний день. Мы нуждаемся в фельдшерах, мы говорим и встречаемся с медицинскими колледжами о том, чтобы они приехали. И, к сожалению, не все фельдшерско-кушерские пункты в Тульской области пришли работать именно фельдшера. На некоторые приезжают и работают медицинские сестры. Более 35 фельдшерских пунктов, которые имеют лицензии, которые готовы работать, не работают из-за отсутствия кадров. Для тех, кто забыл, напомним, этот год тульскую медицину в прямом смысле трясло. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по инновациям и информатизации Тульской области Антура Контрабаева. По делу проходит еще ряд местных чиновников. Следователи считают, что фигуранты уголовного дела превысили должностные полномочия при выполнении программы модернизации здравоохранения области в 2011-2013 годах. По версии следствия, чиновники на информатизации тульской медицины необоснованно израсходовали не менее 13 миллионов рублей. Следователи пришли с обыском к экс-министру здравоохранения Ольге Аванесян. И директору медицинского информационно-аналитического центра Наталье Поляковой. Ольга Аванесян занимала пост министра здравоохранения области с января 2013 года. Она была отправлена в отставку в марте после федеральной проверки, вызванной большим количеством жалоб и обращений жителей области по качеству медицинского обслуживания. Вот такое наследство досталось Андрею Третьякову. Многие жители Тульской области не могли попасть на прием к врачу после работы. Но это недопустимая была вещь. Когда заканчивалось рабочее время, и придя в поликлинику, они видели замок на дверях в 6 часов вечера. И куда им идти? А к 8 им нужно идти на работу. И так и за дня в день. А в субботу, воскресенье, выходные дни. Вот оттуда мы все и получали эту проблематику. Как-то так мы пытаемся вернуть в область медицину с человеческим лицом, которой люди доверяют. Объективно, процесс это не быстрый. В споре между медиками и чиновниками крайними оказываются, как правило, пациенты. Врач, чтобы заработать на хлеб, вынужден вкалывать в две смены. Принимать как можно больше людей. И количество в качество здесь не перерастает. Теперь доплачивать планируют не за часы работы, а за квалификацию и отсутствие жалоб от пациентов. Во время работы в Москве у Третьякова сделать это получилось. Будем надеяться, получится и у нас. Увидимся.